Друзья, всем привет! Сегодня я к вам с прекрасной осенней новостью, и сегодня я готова вам представить свой новый марафон по ландшафту, который все многие давно ждали. Итак, этот марафон я называю ландшафт в миниатюре, потому что я построила его по принципу основного курса по ландшафту, в котором, о май гад, практически 50 роков. Марафон сделан по принципу того же самого, только все более сжато. Начинаем мы с нуля, то есть если предыдущие марафоны у меня были немножко сложноватые, как многие знают, даже не совсем немножко, то этот марафон ну просто с нуля. Так как начинаем мы с рисования штампиков. Совершенно простых, как я выкладывала там двухминутное видео как-то недавно в ИГТВ и проводила конкурс, я вам показываю, как делать кисти-штампы. То есть мы начнем с вами с простоты. Переключаю вам, показываю. Итак, из чего у нас будет состоять этот мини-марафон. Вот здесь можно увидеть все картинки, которые мы в нем нарисуем. И принцип идет точно такой же, как и в самом курсе по ландшафту. Только в самом курсе по ландшафту все идет немного сложнее. То есть сами прорисовки деревьев, стилизация, проработка штампиков идет здесь попроще для того, чтобы все с нуля справились. Начинаем мы с того, что я вам покажу, как сделать свою фирменную подпись-штамп, потому что многие хотят научиться делать штампики. Дальше попробуем с вами рисовать штампы. Попробуем рисовать библиотеку растений в объеме со штриховкой. Кажется сложно, но я вам покажу, как это все сделать для того, чтобы все это было пассивно, абсолютно для новичка. Здесь мы нарисуем с вами, это первый урок марафона, первый урок, это рисование графики. Сначала мы рисуем условные обозначения различных типов растений, подписываем их и дальше всю эту клумбу прорисовываем вид сбоку. Здесь у нас есть березы, туя, сосна, можжевельник. Пробуем наносить объем. Сразу рассказываю про объем, как будто на цилиндр, как будто на конус. Все это у нас наращивается, какими кисточками и так далее мы прорисовываем с вами всю эту штриховку. Итак, старт этого марафона 10 сентября. Сегодня 6 мы открываем продажи. 4 дня готовимся, продаем и 10 у вас открывается первый урок как раз по рисованию графики. Дальше стандартными кисточками расскажу, как показывать условные обозначения. Вот такие штуки делаются за 2 секунды каждой своей кисточкой. Потом на них прорисовываем стволы и здесь подписываем, какими же кисточками мы пользовались для того, чтобы создать вот эти крутые условные обозначения. Потом рисуем деревья в объеме, но не просто деревья, а именно стилизованные деревья. Очень интересные, спокойными цветами. Даю вам свою палитру зеленую для ландшафта и рассказываю, как можно прорисовывать вот такие красивые стилизованные деревья. Делается это все достаточно просто. Дальше двигаемся. Так же, как и в базовом курсе по ландшафту, мы изучаем самые глубокие основы. И здесь то же самое. Рисуем цилиндр и на примере цилиндра прорабатываем форму. Итак, свет, блик, собственная тень, рефлекс, падающая тень. Рассказываю, как наносить объем на форму. Показываю, как это сделать за счет штриховки и за счет более плавных переходов. В основном курсе ландшафт я показываю и на примере кубика, и на примере шара. Здесь я решила выбрать цилиндр, так как для деревьев это часто больше требуется. Дальше наша любимая с вами тема – это прорисовка мегатекстур. Здесь я взяла камень, покрытый ржавчиной, вот такой красивый. Текстуру травы, так как у нас с вами ландшафт. Обязательно тоже прорабатываем везде падающие тени, собственные тени, рефлексы, блики. Смотрим, чтобы все это наносилось по объему. Текстуру камня тоже бетона. И текстуру воды. Я так и взяла самые топовые текстуры, которые могут пригодиться в ландшафтном скетчинге. Двигаемся с вами дальше, потом мы переходим к рисованию клумбы, вид сверху. И рисовать мы это все будем в плоском стиле. Вот такую мы прорисовываем сначала графическую картинку карандашом. Подписываем, что у нас здесь за растение, то есть чтобы это все можно было потом применять. Дальше в плоском стиле создаем картинку цветную, тоже со всеми подписями. Кариопсис, Вероника, живучка ползучая с цветами. И наша с вами клумба, вид сверху готова. Следующим уроком, вытекающим из этого, идет наша клумба, но уже вид сбоку. То есть мы берем за основу наш вид сверху и прорисовываем боковой вид всех тех же самых растений. Как стилизовать эти растения, я вам показываю в уроках. Берем конкретные картинки из интернета, как выглядят живые эти растения. И как их стилизовать, чтобы рисование не было очень сложным и очень долгим. То есть здесь я взяла плоский стиль как основу. Дальше, безусловно, мы с вами переходим к рисованию скетч-плана. И в скетч-плане мы рисуем такой небольшой дачный домик и рассаживаем все остальные посадки. То есть опять-таки тренируемся с вами с тем, чтобы рисовать различные виды сверху разных типов растений. Рассаживаем их в стульчики, прорисовываем домик, прорисовываем штампы, штампы, штампы. Копируем, да, пробуем все инструменты для того, чтобы максимально быстро изобразить скетч-план. Все это, безусловно, в масштабе. Дальше мы прорисовываем скетч-план сверху и на нем подписываем точно так же, что у нас где. Это делается для того, чтобы ваши скетч-планы всегда классно читались. Потому что, ну вот прикиньте, сейчас я уберу вот эти все обозначения и пойди догадайся, что же здесь где есть. Здесь все у нас понятно. Так, сейчас я обязательно отвечу на ваши вопросы. И последний урок – это объемное рисование в перспективе по нашему скетч-плану вот такого вида садового домика. Вот здесь мы прорабатываем различные текстуры, смотрим, как рисовать деревья. В общем, вот такой плоский стиль на ландшафте. Вот, собственно говоря, я вам показала весь марафон. Для тех, кто спрашивает, сколько уроков, я вам показываю 1, 2, 3, разбила, потому что длинные, 4, 5, 6, это 1, 7, наверное, 8. Сейчас мы зайдем в гет-курс и все увидим с вами, как у нас будет там все это устроено. Мы заходим в гет-курс и смотрим, вот наш ландшафт скетч-марафон. Итак, первый урок – графика, второе – условные обозначения, третье – стилизация деревьев, четвертый – объем формы текстуры, пятая – клумба. Нет, она, видите, в одном уроке все – и рисование клумбы сверху, и рисование клумбы сбоку. Дальше скетч-план. Опять-таки, два урока в одном встроено. Снято они там отдельными, наверное, видео, можно посмотреть, должно быть, наверное, два. Либо одно супердлинное. Одно, значит, супердлинное, садовый домик, весь наш скетч-план и наш объемный. То есть это очень много, там у меня даже вот здесь вы видите гораздо больше вот этих заданий в Procreate, но все это вписывается в семь уроков, хотя по факту картинок у вас будет гораздо больше. Пожалуйста, здесь у нас написано, что у нас, когда будет открыто на исполнение каждого урока, мы даем два дня, чтобы совершенно спокойно вы могли вписать это в свой график, да, чтобы за сутки проблематично, может быть, успеть. Поэтому решили оставить вам по два дня, поэтому весь марафон у нас продлится на... Первый урок откроется 10 в 9 утра, последний урок откроется 22 в 9 утра. То есть вот вы так все это успеете. По стоимости марафона, по стоимости марафона, как обычно, это 2000 на тариф с кураторами и 4000 на тарифе со мной. Тариф с кураторами, доступ один месяц, то есть вовсе не обязательно успевать это вот эти за два дня делать, да, то есть вы можете работать в своем темпе. Если вы участвуете в общей гонке за баллами, то вы можете выиграть курс ландшафта. Он будет главным призом для того, кто наберет наибольшее количество баллов. Этот марафон я назвала как бы мини-курс ландшафт, так же, как у нас был мини по дому, рисование мини-дома, потому что если посмотреть мой основной курс по ландшафту и его структуру, сейчас я его даже вам открою, чтобы показать, чтобы вы поняли, что структура вся та же самая. То есть вот я открыла папку с основным своим курсом по ландшафту и начинается все, опять-таки, да, с рисования графики, с рисования штабиков, с рисования клумбы, просто здесь все более глубоко. С рисования объема формы, на примере кубок, конуса, дальше мы тут уже простраиваем, также текстуры, также рисование деревьев, то есть здесь все просто больше усложняется. Этот марафон будет служить отличным началом вашей подготовки, опять-таки, да, и скетч-план здесь сложный. А то, что у нас в марафоне, это шикарная такая более простая подготовка для того, чтобы дальше уже рисовать более реалистичные вещи, то есть здесь уже более реалистичная проработка различных ландшафтов, да, давайте, допустим, какой-нибудь откроем, посмотрим. То в марафоне я взяла плоский стиль, где мы с вами растения прорабатываем более просто, для того, чтобы вы потом смогли перейти к более сложной проработке. То есть это как детский сад. Если у нас курс ландшафт, это уже будем считать школой, то марафон, я считаю, детским садом, либо такой подготовкой к школе, это отличный будет такой вход в более сложный. Я думаю, что вас эта тема затянет, и вы захотите продолжать дальше. Шрифт я использую, называется архитектурный. Как набирать баллы? За каждый урок начисляется от, ну, реально мы меньше 7 не ставим, то есть от 7 до 10 баллов, обязательно комментируем, да, за что мы снижаем, и те, кто набирает максимальное количество баллов, если это несколько человек с одинаковым количеством, мы потом проводим в сторис голосование, за кого вы голосуете, соответственно, и выбираем победителей. За 2-3 место мы, как правило, даем скидку, такую, которую мы никогда не даем просто в продажах, то есть это такие призовые скидки действительно, там 40% может быть скидка, а за 1 место мы дарим курс. Так что здесь логично, что марафон по ландшафту, что и подарок будет курс по ландшафту. Доступ, еще раз повторюсь, я пробегаюсь теперь по вопросам, будет 1 месяц у тех, кто покупает за 2 тысячи, с проверкой кураторов. Проверка кураторов входит на протяжении всего доступа к марафону. Если выбираете с моей проверкой, то это 2 месяца доступа, то есть это для тех, кто хочет размазать обучение, но зато никуда не торопиться. То есть вы уже не участвуете в гонке за баллами, но зато проходите все в своем режиме. Марафон можно будет купить уже даже когда начнется он, то есть вот сейчас 6 по 10 продажи, 10 мы начинаем уже как бы учиться. Дальше марафон можно также в течение его хода приобретать, но у вас будет уменьшаться срок доступа к этому марафону. Сколько уроков? По-моему, 7, да, я вам сказала? 7, давайте мы еще раз, я зайду в гет-курсы, убедюсь в этом. Так, еще раз смотрю, и у нас 7 уроков. Уроки длинные, большие, то есть больше, чем по часу, они прям сильно больше. Какие-то есть попроще, какие-то есть подольше. Так, еще вопросов не вижу. Задавайте вопросы, пока я здесь с вами. В воскресенье дети дома. Алиса спит в спальне, в ванной работают, устанавливают полки. На первом этаже устанавливают душевую кабину. И с первого этажа орет Лёва. Видимо, потерял всех. И прям безбожный орет, и мне надо уже бежать. Так что, ребята, вот такая вот мамская доля воскресенья. Завтра отвезу Лёву в садик, орет. Все, ребята, не могу. Прям совсем там беда-беда. Ну что, пойдем смотреть, что с ребенком? Надо идти смотреть. Совсем-совсем какое-то безобразие. Пойдемте вместе. Что у нас случилось? Что у нас за беда? Что за беда? Что стряслось? Что стряслось? Лёва, я сижу, провожу эфир. Слышу ор, как будто просто что-то страшное случилось. А случилось, что не хотим есть кашу. А и бабуля забрала мультик. Вот такие у нас дела. Поработаешь вот так вот. Так, все, не плачем. Не плачем. Не плачем. Не плачем. Вот такая у нас строгая бабуля. Видите, надо доесть кашу. И тогда все будет. Так, почему вы рисуете только на планшете, а не на бумаге? Слушайте, я рисовала на бумаге на протяжении 8 лет. Могу себе позволить теперь рисовать только на планшете. Потому что мне так больше нравится. Вы можете рисовать хоть акварелью. Я рисовала ландшафт раньше акварелью. Потому что он классно сочетается с вот этой графикой, которую я показываю. То есть, по сути, если вы хотите, это будет не настолько... Я не знаю, действенно, да, если вы будете проходить марафон маркерами и либо акварелью. Но, по сути, принципы все те же самые. Просто вы не сможете так заливать картинки. Вам придется брать кисточку, да. То есть, но у меня в курсе по... Первый мой курс по ландшафту. В нем есть акварель и маркеры. Поэтому вы совершенно спокойно можете как бы не идти в этот марафон, а взять курс, где на бумаге мы рисуем ландшафт. Там, в общем-то, принципы все те же самые. То есть, если идет с нуля, то я также начинаю объяснять все с кубиков, с объема и всего. Вне зависимости от какой курс. Это идет и в фэшн, и это идет и в интерьере. Так как база во всех примерно одинаковая. Оля рисовать не умеет слово совсем. Есть ли шанс начать с марафона потом? Можно. Конечно, именно с марафона я и предлагаю начинать. Почему последний год я запустила каждый месяц эти марафоны? Для того, чтобы вы за маленькие деньги смогли получить. А что информации в этом марафоне не на 2000 рублей, чтобы вы понимали. А там заложен весь опыт мой десятилетний. Поэтому вы получаете просто за маленькие деньги огромное колоссальное количество информации, чтобы понять, как вообще все устроено. Что, во-первых, поверить своей силе, что вы можете справиться. Потому что многие не идут на курсы, потому что боятся, что это сложно, это не получится. Особенно, когда вы видите сложные работы. Но приходят на эти курсы точно такие же новички, как вы, которые тоже ничего не умели. С марафона начинаем. Действительно, просто с первых линий. Марафон этот очень простой. Вот я вам гарантирую это. Особенно по два дня на каждый урок. И вы абсолютно точно с этим справитесь. И уже, поверьте в свои силы, идти на основной, более сложный курс по ландшафту. А зарабатывание это уже вытекает из вашего опыта. То есть, когда вы уже поймете, что вы прошли курс, у вас портфолио из 30 работ, плюс еще марафон будет у вас, да, портфолио. И вы уже начинаете верить в свои силы, и в то, что вы можете уже этим портфолио привлекать клиентов. Не бывает такое, что у вас еще ничего нет, еще ничего не попробовали, и как бы... Поэтому страшно думать о заработке. Когда уже есть это портфолио, уже гораздо больше вера в свои силы. Так. Что? Теперь ты что-то прищенил. Зайка, садись. Да. Про дом, ребята, я пишу и отвечаю в аккаунте по дому мечты. Давайте мы не будем сейчас все в одну кучу путать. Есть ли смысл? Есть смысл, я тоже не умею, но с Олей получится. Купить курс пока дорого, рисую такими марафонами. Пожалуйста, да, за этим марафоном получается действительно топовую, информацию. Лев, ты опять ударился? Или у тебя такой прикол? Мне очень понравился марафон. Как раз мечтаю о новом курсе ландшафта. Ну вот, начинайте с этого марафона. Это будет какая-то нулевая ступенька вам вступить в курс и заодно втянуться в эту тему ландшафта. Потому что менять тему, как правило, сложно. То есть ты такой рисуешь, интерьеры, интерьеры, и тут опа, ландшафт. Не особо хочется. Но когда ты уже вот начал, особенно с командой, со всеми своими друзьями в марафонах, когда вы все видите друг друга работы, и вдохновляете друг друга сторизами, что вы участвуете, что у вас получается, тогда у вас все уже по накатанной еде. Все, ты теперь доволен, не орешь, а кажется, что ты все равно не ешь. Кто там у тебя? У тебя там аквалангист. Все понятно. Какой аккаунт у дома мечты? Аккаунт у дома мечты называется HowDrawDream. На него есть активная ссылка в шапке профиля Interior Sketch. Поэтому заходите, смотрите, я там выкладываю все, что у нас происходит. И на данный момент у нас устанавливают там душевую перегородку. Так что работы кипит, людей очень много, поэтому стараемся даже работать в таких условиях. Ну что, все, я всех жду на марафоне. Идите, регистрируйтесь, так как именно сегодня мы все это открыли. И уже 20-го числа... 20-го? 10-го? 10-го числа. 22-го у нас уже последний урок. 10-го числа вкроется первый урок, и вы уже начнете творить красоту. Нет, марафона по текстилю нет. Марафон по текстилю к Тане Погребной, пожалуйста, у нее марафон по текстилю. И она именно профессионал обучает текстилю. Приходите к ней. Марафона по текстилю нет. Так что есть куча других разных, но сейчас у нас тема ландшафта, тема осени, все это красиво. И я сейчас выложу это видео, чтобы все остальные смогли его посмотреть. Жду на марафоне. Всем удачи. Вопросы задавайте в директ. Ссылка на регистрацию марафона в шапке профиля. Так что все найдете. Приходите. Всех жду. Всем пока. Туночка.